В Козловке продолжают модернизировать систему теплоснабжения. Сейчас в муниципалитете возводят современные блочно-модульные котельные. Ход работ проинспектировал премьер-министр республики. Там же на завещании с активом подвели итоги социально-экономического развития и расставили приоритеты перед властями. Большинство котельных города Козловка были возведены в начале 70-х годов. Из-за их износа потери теплоэнергии зимой достигали 30%. После модернизации сетей будет налажена бесперебойная подача горячей воды. По прогнозам администрации района, экономия бюджета превысит 10 миллионов рублей. Сложности есть? Я не вижу здесь. То есть, в принципе, в этот этап 5-й сезон не будет заходить? С этими котельными нет. 1-й, 4-й, в другим он будет заходить, те, которые мы пока не заменили. Но мы котельные в любом случае. И эту 8-ю, 1-ю котельную, 9-ю котельную все равно готовим к сезону. Сразу две блочно-модульные котельные должны быть введены до конца октября. В следующем году в муниципалитете планируют заменить ветхие коммуникации. То есть там не частичная замена, а полностью перекладка. Но лучше проекты иметь, потому что есть фонд содействия реформирования ЖКХ, и мы уже будем обращаться с проектами туда. Тем более мы сами источники уже построим, у нас как бы нормально пойдет софинансирование. То есть это лучше проекты иметь, лучше заложиться и сделать. Долги за услуги ЖКХ в муниципалитете снижаются. По бюджетным организациям финансированием из бюджетов задолженности нет. Теплоснабжающие организации МУП ЖКХ Козловская и ГУП Чувашгаз время рассчитываются за природный газ. Впервые за 25 лет в районе, в селе Байгулова, приступили к строительству школы. Это решит проблему второй смены в муниципалитете. Национальный проект развития образования в действии. В 2019 году, с 3 июня этого года, начали строить новую школу на 165 мест для учащихся школы и 40 дошкольников. Здесь будут обучаться из двух. На данное время обучаются у нас в школе 100 детей из села Байгулова и соседнее отделение, отделение Янтиково, Козловского района. Нашему поселению выделено 168 миллионов рублей и по итогам конкурса 167 миллионов. У нас выехала ПМК-8, город Цивист. Председатель Кабмина отметил, что власти района реализуют муниципальные проекты своевременно. Успешно район участвует в таких проектах, как комфортная среда. То есть у нас, если по ряду муниципалитетов возникают проблемы со своевременным выполнением, строительством объектов, Козловский район чаще всего данные вопросы закрываются в те сроки, которые обозначены контрактами. Большая со стороны правительства, главы республики оказана помощь в текущем году. Сегодня вы это видели на слайдах выступления главы администрации. Это и строительство школ, ремонт объектов культуры, это и дорожное строительство. Основные направления у нас обозначены, указан президент Российской Федерации номер 204. Это национальные проекты, здесь, соответственно, предусматривается и участие муниципалитета. Поэтому необходимо проектировать, необходимо получать экспертизы, готовить заявки в отраслевые министерства. Иван Моторин обозначил и приоритеты. Развитие экономики района во многом зависит от инвестиционного климата. Еще одна оценка правительства Российской Федерации региона ведется по четырем показателям. В основном это инвестиции, соответственно, это открытие новых производств, это доходы населения, безработица и борьба с бедностью. Я хотел бы, чтобы в этом направлении администрация Козловского района поработала. Поработать муниципальным властям необходимо и в рамках федеральной программы оздоровления Волги. Район может получить субсидии на ремонт водопроводных сетей и строительство очистных сооружений. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика.